Уже через месяц в округе официально стартует Путина. В преддверии начала промысла Лариса Абрютина, председатель комитета окружной думы по делам коренных младчисленных народов Чукотки, провела в поселке Угольные Копи коллективный прием граждан по вопросам традиционного рыболовства. Совместно с представителями контролирующих ведомств напомнили правила осуществления рыбалки, и рассказала о законодательных нововведениях. Прямой диалог. Председатель комитета окружной думы по делам коренных младчисленных народов Чукотки провела встречу с жителями поселка Угольные Копи по вопросам осуществления традиционного рыболовства в предстоящую Путину. Открывая встречу, она отметила, что понимая, насколько важным продуктом питания для коренных жителей Севера является рыба, государство разрабатывает такие законы, которые способствовали бы поддержке традиционных видов хозяйствования. Определяются правила ведения рыболовства, которое не должно быть хищническим, а соблюдать сбалансированность в природе. Мы напоминаем нашим гражданам, что нужно соблюдать правила рыболовства, которые ежегодно меняются, что-то добавляется, что-то убирается, и чтобы они уже к рыбалке знали эти правила. Вот в этом году, например, уже не нужно будет с собой носить на рыбалку журнал рыбопромысловый, мы тогда его называли, а все остальное остается. При этом напомнили, что пора уже побеспокоиться о рыбалке следующего года. Заявки на ее осуществление на сегодня подали всего 280 представителей коренных малочных жителей округа. Не надо ждать последний день, 31 августа, когда очереди доходят, грубо говоря, километровые. Если учитывать, что в том году у нас было 3620 заявок, то 280 заявок. Это очень мало. А после подачи настоятельно рекомендовали внимательно просматривать приказы на сайте СВТУ, чтобы точно знать, какой объем им выделен для добычи в 2024. А путина этого года официально откроются в начале июня. При этом у людей по-прежнему много вопросов, касающихся предстоящей рыбалки. Вновь подняли тему передачи прав на осуществление лова своим родственникам, не относящимся к числу коренных малочисленных, если самому рыбачить невозможно. Депутаты ответили, что проблему в скором времени должен решить закон про смешанные семьи, работа над которым активно ведется. Также многие выразили переживание о том, что их рыбные места могут быть отданы владельцам рыбопромысловых участков с других регионов. Приезжает Сахалина с Москвы или из Камчатки, они тут хозяева. Наши люди, конечно, недовольны этим, не только коренные. И мы за то, чтобы на доступном для людей рыбалке все меньше были выделены рыболовные участки для юридических лиц. Очень мы приветствуем, что будут проходные дни. Мы в угольных копях постоянно в прошлые годы просили, чтобы установили проходные дни. В этом году они будут в последней декаде июля. По два дня для всех видов рыболовства. На такое решение повлиял острый вопрос по заходу киты в нерестилище. В реках Анадырского лимана они не заполняются в полном объеме, в среднем на 30-50%, последние три года. А стадо киты в это же время находится на самом минимуме за последние 20 лет. Факторов, влияющих на это немало, в том числе и антропогенные. Поэтому Тинро рекомендовал временно приостановить формирование новых рыболовных участков для всех видов рыболовства во всех бассейнах Анадырского лимана. Прогнозы на 2023 год нерадостные. Тем не менее, рекомендовано к добыче в водах округа 7125 тонн лососевых. Отметим, что по сравнению с прошлым годом, выделенный объем увеличился почти вдвое. В основном за счет горбуши. А в следующем году картина может еще улучшиться, стоит только всем соблюдать правила. Печально, когда люди не знают объем выделенных ему водных биоресурсов во время отчета. Они идут на рыбалку и не знают, сколько и чего ему можно поймать. Они не знают, отработана их заявка или нет, есть ли они в списках. В этих ситуациях я просто недоумеваю. И это самые частые виды нарушений. В прошлом году таких было зарегистрировано 252. В завершении участники встречи отметили необходимость возобновления деятельности в округе своего окружного управления Росрыболовства, как это было раньше, а не решать все вопросы через Камчатку. Депутаты инициативу поддерживают и продолжат настаивать на этом перед федеральными органами власти, так как этот вопрос уже давно является чрезвычайно актуальным для региона. Анастасия Сертуна, Арсений Гусев, Вести, Чукотка.